Полезный город Мы начнем с простого, что кооперативы бывают разные. Жилищно-строительные, сельскохозяйственные, кредитные кооперативы. Что такое кооперация? Кооперация – это объединение людей. В нашем случае кредитно-потребительский кооператив объединился по муниципальному признаку изначально. Это Киров, Кировская область. То есть люди объединились. У людей есть финансовые средства. Это, условно, денежки. Сбережения. Сбережения, да. Они вносят в общую кубышку, только так называемую. Ну, давайте так говорить. В общую корзинку. Да, в общую корзинку. И приходят люди, которым нужны эти денежки. То есть они тоже становятся членами кооператива, пайщиками. И они берут эти денежки под процент. Таким образом, финансовая потребность обоих сторон удовлетворяется. Одни получают денежные средства, другие получают процент за счет того, что дают эти денежные средства. То есть фактически вы людей, которые дают деньги и людей, которые хотят деньги для каких-то целей использовать, вы их объединяете? Да, да, да. Совершенно верно. Мы их объединили. И, условно, мы административный ресурс, который координирует работу всего кооператива. Вы работаете только в Кирове и Кировской области? Нет, мы еще работаем сейчас в Нижнем Новгороде, в Москве. И в дальнейшем у нас планы развития Наполеонки, так сказать. Сколько ваших пайщиков сейчас? Вот пайщиков и тех, и других, кто приходит за деньгами и кто отдает сбережения свои под процент? Около тысячи. То есть наших пайщиков, которые нам доверили сбережения. Ну, нужно понимать, что кто-то приходит, кто-то уходит, то есть кто-то там... Ну, то есть эта цифра меняется. Да, конечно, конечно. То есть это не константа, она, как правило, растет постепенно, но в целом она меняется, конечно. А как давно вы работаете? Мы работаем с 2013 года, у нас зарегистрировано юролицо, мы не меняли юролицо, у нас КПК, кредитный клуб, открыто с 2013 года. С тех пор мы работаем. То есть 8 лет уже работаете? Да, 8 лет работаем успешно, без нареканий. Прошли проверку Центрального банка, что для нас было очень важным событием. Регулярно проходим проверку СРО. Это саморегулируемая организация? Да, да. То есть нужно понимать, что любой кооператив, он не может работать без свидетельства СРО. То есть СРО – это организация, которая контролирует все кооперативы в России. Сегодня их, по-моему, около трех СРО. Это своеобразная прослойка между Центральным банком и кредитными кооперативами. Буквально в 2021 году мы прошли дистанционно в связи с ограничительными мерами проверку, но прошли успешно, поэтому работаем дальше. Ваши пайщики и ваши клиенты, кто они? То есть это бизнес, большей частью, которому нужны деньги для каких-то своих целей? Это обычные граждане, которые хотят приумножить сбережения? Ну, давайте проговорим такую вещь, что у нас по факту два направления. То есть мы маленький банк, мы привлекаем деньги и выдаем деньги, как я уже говорил. Соответственно, в этих двух направлениях свои разные клиенты, своя разноцелевая аудитория. В первом случае, где мы привлекаем деньги, когда мы открывались, это были в основном бабушки, условно. Ну, обычные граждане, у кого есть сбережения. Да, это доход выше среднего, да, это бабушки. Сейчас, уже вот мы работаем 8 лет, эта граница чуть-чуть сместилась, появилась молодежь. То есть молодежь постепенно начинает задумываться, что нужно копить, копить на машину, например, на путешествие. То есть на такие вещи, ну, понятно, это не миллионы, но какие-то маленькие-маленькие кубышечки, они все равно у нас держат. И мы им помогаем в этом плане. То есть у меня вот есть знакомые, которые пришли, мы встретились в кооперативе, и они копят там на путешествие каждый раз. То есть в сентябре они начинают, в мае заканчивают, летом они отдыхают. Вот такая вот семья молодая, 25 лет ребятам. Раньше это были в основном более... Ну, пенсионеры у нас, пенсионеры люди бережливые, они привыкли все время откладывать, да, как-то денежки копить, поэтому понятно. Если же мы говорим про заемщиков, то это в основном директора фирм, фирмы. То есть это все-таки бизнес, заемщики это бизнес. Да, причем это крупный бизнес, участвующий в госконтрактах, строители, торговая компания, производственная компания, металлообрабатывающая компания. То есть компании, которые участвуют в госконтрактах, и у них большие-большие обороты. То есть это вот наш целевой сейчас клиент, с которым мы работаем. И он по всей России в основном разбросан. То есть у него там юрлицо в Москве, например, или в Киеве, ни в Новгороде. А это очень крупная организация. И есть филиалы, да, в разных городах? Вы как-то делите ваших клиентов на частиные какие-то, условно говоря, там крупный бизнес, малый бизнес, еще что-то там? И есть ли какие-то отличия в том, как вы с ними работаете? Внутри вообще направления займа есть три продукта. Под направлением? Да, под направлением продукты, условно. Это займы под ПТС, это займы на оборотные средства и тендерные займы. В принципе, в общем и целом, проверка клиента, она никак не влияет на вид продукта. То есть мы что, выдавая 50 тысяч рублей, что выдавая 10 миллионов, мы одинаково проверяем клиента. То есть это бюрокредитных историй, это Росфиномониторинг, это приставы налоговые, ну и так далее. То есть прежде чем человеку выдать деньги, вы проверяете, насколько способны вернуть занятые средства та или иная организация? Это к вопросу о том, что ваши пайщики, те, кто вкладывает деньги, могут быть спокойны в этом смысле. Да, да, да. Вы правильно мыслите, правильный вопрос, в том плане, что многие, когда вкладывают денежные средства, спрашивают, как вы зарабатываете. Да, какими инструментами вы пользуетесь. Да, и какие гарантии, защита, гарантии. Вообще, если говорить про гарантии, то очень многошаговая такая история. Мы сейчас поговорим более подробно. Да, мы поговорим, вернемся к нашему вопросу по проверку. Помимо этого, если берем, например, ПТС, займы под ПТС, то нам не так принципиален залог. Мы понимаем, мы оцениваем этот залог, смотрим, сколько он стоит на рынке, ликвидационная стоимость и так далее. Но нам всегда важно, чтобы клиент был благонадежный, платежеспособный. Это максимально важно, потому что какой бы ни был залог, мы не за залогом выдаем деньги. Нам нужно, в первую очередь, вернуть деньги наших пайщиков. Для этого нам нужно, чтобы клиент был хороший. Как-то вы проверяете тех, кто приходит к вам с деньгами? Есть ли какие-то особенности сейчас? Требуется ли у человека спрашивать, а где это вы взяли такие деньги? Конечно, есть Росфинмониторинг, который никто не отменял в любой банковской финансовой организации. Поэтому мы проверяем в любом случае на финансовый терроризм и так далее. Но в нашей кироскопе, по крайней мере, у нас... Все благополучно. Благополучно. Финансовым терроризмом пока никто не занимается, слава богу. Подосколько говорится. В целом, всегда все равно проверяем всех наших пайщиков. То есть, это проверка службы безопасности, это в любом случае. Без этого никак. В современном мире, в современной организации это должно быть. Но любой желающий за 16 лет может к нам прийти и стать нашим пайщиком. Самое интересное, он может не обязательно стать нашим сберегателем или заемщиком. Он может изначально просто стать пайщиком. И, например, за нами наблюдать. Ходить на внутренние мероприятия, ходить на общее собрание пайщиков. Где он будет уже участвовать в прямом, так сказать, управлении кооператива. Ведь нужно понимать, что каждый пайщик это своего рода учредитель этого кооператива. То есть, нет такого, что кто-то делится там по сумме и так далее. Нет, все пайщики это все учредители. Все имеют право голосом. Да, у всех есть один голос. У каждого пайщика один голос. Вот есть мероприятие, давайте отойдем. Это общее собрание пайщиков. Очень уникальное мероприятие, потому что, во-первых, а, в банках такое не проводят. И свои сберегатели не знают, как внутренняя кухня это вся проходит. Б, многие кооперативы это не делают. Мы это делаем 8 лет. Это вообще прописано в законе. Мы обязаны делать, и пайщики обязаны прийти на такое мероприятие. Присутствовать. Присутствовать и отдать свой голос. Это раз в год проходит. Это раз в год. Вот в этом году мы проводили своего рода бизнес-ланч. Приятное с полезным. То есть, мы решили не занимать много времени. Приятно проводим время. То есть, обедаем все и сразу же голосуем. На этом мероприятии выступают представители правления, главный бухгалтер, ревизионная комиссия. Мы, кооператив, мы отчитываемся, сколько денег мы потратили, сколько мы заработали, куда мы заработок наш распределили, какие у нас планы на будущее. То есть, прямо это все в документах. Далее идет голосование. То есть, мы не можем поменять какие-то моменты в уставе без... Участие пайщиков. То есть, они свой голос должны... Они должны задать свой голос, поменять юр-адрес, поменять положение, поменять продукт кардинально, например, ввести новый продукт. Даже так, да? Да. То есть, даже при введении новых продуктов вы сели советуетесь. Каждый год, да. То есть, мы можем корректировать продукт, но если это кардинально новый продукт, в любом случае, это все голосование пайщиков. Да, в банках, конечно, такого нет. Ну, говорю, самое главное, это финансовая отчетность, которая есть. То есть, любой пайщик приходит, он видит всю финансовую отчетность кооператива. Ну, прям как это... Ну, прозрачно получается. Да, максимально. И до мероприятия, то есть, до общего собрания пайщиков, каждый пайщик может подойти в офис и ознакомиться с ними документами еще лично. Ну, имеется в виду, что прям посидеть, почитать, увидеть, посмотреть изменения и так далее. И уже потом, придя на общее собрание, отдать свой голос, либо не отдать свой голос. И это очень уникальное мероприятие, потому что в банках такого нет, никто никогда не знает, как это все проходит. Куда банк вкладывает твои деньги, да? А если мы говорим какие-то про высокорискованные уложения, там и подавно такого нет. То есть, вот, это большой плюс нас. Ну, за это нам пайщики доверяют. Понятно. То есть, у них всегда есть возможность вас контролировать, получается. Конечно, конечно. Есть резюзионная комиссия. То есть, внутри кооператива это три пайщика объединились, и вот они следят именно за работой нашего административного ресурса. Это ваш маленький наблюдательный совет. И не такие говорят, ай-яй, вот это вы плохо делаете, например, ай-яй-яй и так далее. Они смотрят, и как раз, в общем, собрание пайщиков отчитывается за все наши условные косяки, если они есть. Либо нет косяков, говорят так и так, так и так. И это люди, получается, не заинтересованные. То есть, они точно такие же пайщики, как все остальные. Они вам не подчинены, они зарплату не получают. То есть, они заинтересованы в том, чтобы все было максимально прозрачно и максимально эффективно. Конечно, конечно. Это как, знаете, старо со старшей дома, ну, то есть, такие вещи, которые, ну... Они понятны, кстати, всем, да, как это работает. Да, совершенно верно. Давайте мы немножечко конкретики добавим в нашу беседу. То есть, вот мы говорим с вами про, например, средства, которые вкладывают под процент. Процентная ставка, которую может получить человек, который приходит к вам в качестве пайщика, она от чего зависит? От количества денег, которые он вложит, от срока, на который он вкладывает эти средства. В этом смысле вы на банк похожи или у вас как-то по-другому все устроено? Смотрите, есть максимально допустимая ставка по сбережениям. Она складывается из ставки рефинансирования Центрального банка умноженная на 2. То есть, эта формула прописана в законе, и на сегодняшний день это 13,5% годовых. У нас же внутри уже, то есть, мы поняли, есть максимально допустимая ставка, и дальше мы от нее уже делаем градацию. Градация зависит напрямую от срока. То есть, есть до 6 месяцев ставка поменьше, после 6 максимальная ставка. Сумма нам не принципиальна. Вы можете принести 10 тысяч рублей, можете принести 10 миллионов. Отношение наше к клиенту вам никак не поменяется. То есть, все пайщики в этом плане едины, и это основной закон кооператива, что единиство пайщиков, равноправие пайщиков, оно должно соблюдаться во всех его отношениях, что в плане продукта, что в плане отношений обслуживания и так далее. Соответственно, ставка зависит только по факту от срока. Далее уже внутри продукта есть различные виды получения процентов, ежемесячно, в конце года, на карту, либо лично в офисе, ну и так далее. То есть, это каждый пайщик сам определяет, когда приходит, да, когда говорит, что мне нужно, и со специалистом вашим выбирает тот продукт, который его наиболее устраивает. Совершенно верно. То есть, как ему комфортно, мы так и сделаем, потому что, ну, по факту у нас нет такого бюрократического рычага, аппарата, который это все запрещает. Ну, в этом нет никакого логического смысла. То есть, если пайщику удобно получать раз в месяц, он получает раз в месяц. Если ему удобно получать, там, 25-го числа, например, он получает... Мы даже под конкретную дату можем договориться. Конечно, то есть, конечно, он получает 25-го числа. Тут для нас это не принципиально. У нас же это все автоматизировано. Зачем? То есть, усложняет самим себе жизнь. Программа считает, пайщики получают свои проценты. А история с займами, она тоже как-то градация есть там, да, в процентах, которые платят люди? Да, тут все, конечно же, больше уже зависит от суммы. Ну, то есть, от этого, в принципе, и меняется парадокт. А если мы говорим про займ под ПТС... Что такое займ под ПТС, Данила? Это у каждого транспортного средства есть... А, паспорт технического средства, ПТС, все. Да, совершенно верно. Под залог автомобиля. Если мы говорим про займ под залог автомобиля, то это, как правило, сумма до миллиона рублей, 200, 300, 70. То есть, это небольшие средства. Это небольшая, да. Сумма, которая нужна здесь и сейчас под залог автомобиля, она маленькая. Если мы говорим тендерный займ или займ под пополнение оборотных средств, это уже более крупный, это 5 миллионов, 10 миллионов. То есть, и тут, соответственно, и ставка зависит. От суммы. Чем больше сумма? Да. Тут напрямую, как в банке. Чем больше сумма, тем меньше ставка, как правило. Вот. В целом и общем больше ничего не меняется так же. Ну, то есть, такая же точная история. Люди приходят, люди встречаются со специалистом, им объясняют, спрашивают, что они хотят, какая форма их наиболее устраивает, и дальше они уже выбирают для себя тот продукт, который им подходит. Верно. Если мы говорим про организацию, то в любом случае мы смотрим финансовую отчетность, поступление недвижимых средств, контрагентов проверяем. Проверка вот точно такая же, как в банке. То есть, в банке вам нужно для получения займа 5 недель, а нам нужно 1 день. А если предварительное решение, то это вообще 1 час. То есть, в случае у нас в компании, как правило, если клиент обращается с полным пакетом документов, то если в 10 утра он обратится к нам, в 16 часов он получит уже 10 миллионов. Ну, ни один банк никогда такой скоростью не может обладать, ну, в силу того, что опять же есть бюрократические... Вы в этом смысле просто спасение для бизнеса, которому срочно нужны деньги зачем-то, да? Вот надо и все. Там, как правило, говорят, ну, мы рассказываем там в беседах и так далее, в каких-то дискуссиях, и все люди задают вопрос, почему к вам идут и не идут в банк? Вот рассказываешь, что вы юрлицо, давайте представим, что вам нужно 10 миллионов, а вот у вас в Москве стоят там 30 вагонов металлов по акции, ну, например, и через 5 недель-то их уже не останется. Ну, конечно, их разберут. Их разберут. Их уже сегодня, скорее всего... Если вы сегодня не заплатите, их уже вечером не будет. Да, скорее всего, их они сегодня вечером уедут либо к нам, либо в какую-нибудь там Санкт-Петербург, например. И вот мы в таком случае спасением. Да, потом заемщик идет куда-то перекредитовываться, где у него там есть кредитные линии, одобренные лимиты и так далее. Но здесь, сейчас мы помогаем. А если мы говорим, например, про тендерные займы. Тендер объявляется там за 2 недели. Нужно подать заявку, собрать документы и понимать, что ты сможешь осилить этот тендерный займ. На это же нужно выдернуть деньги из оборотки. И не всегда получается. То есть не у всех организаций есть 30 миллионов. Возможность выдернуть из оборотки. Нет, конечно же. Они берут деньги в банке. Но, опять же, в банке нужно 5 недель. Может быть и дольше, может быть и меньше. Но без гарантии, чтобы быстрее получится. Да, без гарантии. А тендер отыгрывается за 2 недели. И, соответственно, ты, если выиграешь, может быть, этот тендер, но не сможешь его выполнить, в силу того, что у тебя нет финансирования, тебя занесут в лист недобросовестных поставщиков и исполнителей. А, соответственно, ты не сможешь 3 года дальше участвовать в тендере. Ну, это... Фактически все потеряешь. Али чего работаешь. Да, соответственно, это слишком высокорискованно. Поэтому мы в данном случае, ну, прям спасение для бизнеса. И тысяча один пример, где бизнес потом приходил и говорил, ребят, спасибо, потому что, ну, я, если бы вас не знал, я бы, наверное, сегодня уже этим не занимался. То есть вот такая у нас социальная какая-то определенная миссия. Мы что, помогаем, что юридическим лицам, что социально незащищенному слою населения, это бабушки, дедушки, им накапливать. Причем они копят на день рождения, там, внучки, например, на квартиру детям, на машину внуку, на какие-то такие вещи. Они копят, как правило, не для себя. Они копят для кого-то, и им нужно вот это максимально за короткое время максимально накопить. А понятно, что они не могут играть на бирже, играть в инвестиции. И уж тем более покупать биткоины. Да, совершенно верно. Это, ну, не их история, и им сложно это. То есть, ну, сложно понять, что такое блокчейн и так далее. Им проще принести деньги и забрать стабильно, забирать процент каждый месяц и так далее. Либо, как правило, бабушки этот процент дальше вкладывают, чтобы было больше и больше. Капитализация. Да, совершенно верно. И в этом плане, ну, мы тоже для них спасение, потому что доходность, как правило, в два раза выше, чем в любой другой организации. Чем в банках. Чем в банке, например, берем, да, потому что в банках процент, конечно, ниже. Данила, а вот мы говорим про то, что средства, которые получают ваши вкладчики, ваши пайщики, да, это средства, которые дает тот самый бизнес, приходящий к вам за займами, например, да. А на чем-то еще вы зарабатываете, то есть еще какими-то инструментами вы пользуетесь? Знаете, вот мы работаем 8 лет, и мы очень хорошо кредитуем. То есть мы понимаем, что мы в Кириеве один из самых лучших кредиторов в плане аналитики и так далее. Но нет предела совершенству, и мы развиваемся только в этом направлении. Мы меняем чуть свой продукт, потому что раньше у нас было под залог недвижимости, частного сектора. То есть мы очень активно кредитовали в Москве под залог коттеджей, дачи и так далее. Но тоже свои нюансы, продукт чуть коррективен, но остаемся все равно в кредитовании. Потому что, ну, во-первых, это основное направление кредитного кооператива, чем может заниматься кооператив. То есть это прописано в законе. То есть другими вещами особо кооператив не имеет права заниматься. Вот такой момент. Мы не хотим кредитовать микрозаймы. То есть 50, 30, 10 тысяч рублей. Это не наша история, потому что, ну, это опасно. Это опасно, это другой кондиционер людей, это беззалоговый, это, как правило, недоброкачественный клиент. То есть великие риски, что деньги, которые пащики вам принесли, вам заемщик этот, который не вернет. А мы несем ответственность. У нас, ну, условно, среднюю бабушку, она 5-го числа каждого месяца стабильно получает... Свой процент. Свой процент. И у нас этих бабушек, условно, тысяча, и они все получают свой процент каждый день. Ну, раз в месяц. И ни на один рубль, ни на один день позже не было такого, чтобы они не получили. Мы несем ответственность за их благополучие. Соответственно, выбирая заемщика, которому мы дадим деньги, ну, мы несем также эту ответственность. Вы должны понимать, что этот человек деньги вам вернет, что 5-го числа каждого месяца ваши вкладчики получили свои проценты. Конечно. Представьте, какой будет резонанс, если какой-нибудь пачек получит на копейку меньше. Это уже резонанс. У нас не было такого за 8 лет, ни одного резонансного случая. Поэтому, когда мы говорим про микрозаймы, мы не хотим, потому что это очень опасно. Это уже... Мы не можем просчитать эти риски, ну, с точки зрения финансовой аналитики и так далее. Поэтому мы в эту историю не идем. Этого инструмента достаточно. То есть рынок займов, он необъемлемый. Всегда людям нужны деньги, развитие бизнеса. Это в ближайшем будущем и в далеком будущем я не представляю, как людям не нужны будут деньги. То есть на биржи, на деньги ваших пачеков вы не играете? Да, да, да. Нет, нет, нет. Тут риска нет никакого, что кто-то где-то прогорит, какая-то компания потеряет вообще стоимость своих акций, и люди, соответственно, остаются в биржи. Как биржи, галактик мы не вкладываемся. Такого нет, такого нет. Да, Данила, кредитно-потребительские кооперативы иногда сравнивают с МММ, да, вот с тем продуктом, который в 90-е был на рынке в России. Насколько это сравнение корректно? Как вы защищаете, как защищены средства пачеков? Какие гарантии? Знаете, вот мы работаем 8 лет, и каждый день, каждый пащик, который к нам приходит, страх и недоверие в глазах при первом нашем знакомстве. Он боится оторвать от себя свои сбережения и передать условно незнакомому человеку. Это даже на психологическом уровне очень тяжело, то есть взять сумму денег и отдать незнакомым людям. А мы уже говорим про организацию и так далее. Поэтому МММ – это черное пятно в нашей истории, и оно, мне кажется, еще долго будет отражаться. Помимо МММ, есть и другие плохие черные кредиторы, недобросовестные игроки рынков, даже в наше время. Да, и банков, да, оборвать. И банки лишаются, то есть в 2019-2020 год 400 банков лишилось лицензии. Это не так масштабно обсуждается, но все же факт есть факт, и не все банки выплатили своим сберегательным сбережением. Что касается нас, то есть вообще кредитных кооперативов, есть пошаговая гарантия, которая гарантирует возврат денежных средств. Самое крупное, что есть в Центральном банке. То есть это мы под контролем Центрального банка, у нас есть свой куратор в Центральном банке, мы посылаем отчетность, то есть нас прям сильно, плотно курируют и смотрят сверху Центральный банк Российской Федерации. То есть точно так же, как за банками, Центробанк наблюдает и за вами тоже. И СРО. В СРО есть комиссионный фонд. Я уже говорил, что всего СРО 3-4 по России, все кооперативы в них состоят. И вот все кооперативы ежеквартально посылают в комиссионный фонд определенный взнос, в случае чего, если какому-то кооперативу плохо, разные ситуации бывают. Ну, метеорит упал на офис, например. Ну, к примеру. То СРО выделяет из этого комиссионного фонда средства для того, чтобы кооператив не рухнул. Ну, помогает ему. То есть такой тоже, знаете, этот кооператив среди кооперативов. Кооператив в кооперативов. Непредвиденные сложные расходы, как правило, связанные, например, с дефолтом, ну, то есть заемщиков. То есть если какой-то заемщик все перестает платить, то есть из этого резервного фонда мы комментируем наши потери. Ну, и самое главное, наверное, это схема работы кооператива. То есть это самое главное, что есть и гарантирует вам возврат денежных средств, как пайщику. Потому что, я говорю, можно всегда выдавать, поставить табличку, дам 5 тысяч за 5 минут. Дешево. Дешево, да. Под 0% первое, ну, знаете, там как это было. Придет очень много людей, очень много денег вы выдадите, а вернет из них очень мало. Очень важно смотреть, что кооператив кредитует, ну, зарабатывает за счет этого, кредитует давно, успешно. И кредитует бизнес. Да. У нас все займы уже не обеспечены либо поручительством, либо каким-то залогом. То есть у нас нет такого, что займ не обеспечен ничем. То есть мы не можем выдать просто юрлицу без обеспечения какого-то. То есть это всегда поручительство учредителей, либо залог в виде недвижимости, либо движимого имущества. Гарантия того, что средства заемные все равно вернутся в том или ином виде. Конечно, поэтому это самое важное. Вот я всем пайщикам говорю, всем новым клиентам. Не нужно хранить деньги в одной корзине, это все знают с детства. Хранить нужно в банке, в доме. В разных инструментах. Да, есть виды порфелей. Всокорискованный, низкорискованный, среднерискованный. Мы среднерискованный порфель. Соответственно, если вы храните в нескольких, то всегда смотрите, когда организация зарегистрирована, как давно работает. Поспросите, почитайте устав, документы и так далее. Посмотрите, вообще работает ли. Придите в офис. То есть вы нашли сайт, пройдите в офис, посидите, посмотрите, как много клиентов туда ходит. Попите, попросите кружку чая, поразговаривайте с менеджерами. То есть как за счет чего они зарабатывают. Такие вопросы, которые нужно смотреть. Смотрите отзывы всегда. Это все легко проверить, все легко посмотреть. Не надо просто нести, сломя голову, вот там у них 15-20% годовых, вот им 100 тысяч рублей, знаете, дайте мне 15 тысяч. При том, что максимальная ставка 13,5. То есть это закон. Выше него нельзя работать. Ну просто есть слово нельзя. Нельзя же на красный свет дорогу переходить. Ну вот здесь так же точно. То есть элементарные правила надо соблюдать. Включать голову и выбирать те инструменты, которые надежные. Данила, у нас, к сожалению, время эфира заканчивается. Должна спросить вас. Ну и давайте мы просто слушателям нашим скажем, как вас можно найти. Восемь лет работает кредитно-потребительский кооператив, кредитный клуб, дело и деньги. У нас в Кирове два офиса. Это Ленина 85, Красина 45, Ниждиновгород – это Максима Горького 148, и город Москва – это Варшавское шоссе, офисный центр «Вплаза». Ну и все эти адреса можно найти на вашем сайте делайденьги.ру. По-английски, слитно, как слышится, так и пишется. Оно очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо вам взаимно, взаимно. Данила Ведерников в нашей студии был, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб. Дело и деньги». Пожалуйста, сберегайте с умом. Спасибо. До свидания. До свидания. Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб». Программа сбережений «Максимум». Минимальная сумма сбережений – 10 тысяч рублей. Максимальная – 20 миллионов рублей. Ставка до 6 месяцев – 12,5%. От 6 месяцев – 13,5% годовых. Сроки от 1 до 36 месяцев. Срок займа по программе «Займы под залог автомобиля» от 1 до 12 месяцев. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей. Максимальная – 1 миллион рублей. Процентная ставка от 24 до 27,6% годовых. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом или пайщиком кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб». Возраст от 16 лет – вступительный взнос 100 рублей. Обязательный паевой взнос – 2,5 тысячи рублей. Он возвращается при выходе из кредитного потребительского кооператива. Член кредитного потребительского кооператива «Пайщик» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК «Пайщиков». Информация актуальна на 6 октября 2021 года. Подробную информацию уточняйте у специалистов в офисах кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» по адресам город Киров, улица Ленина, 85 или город Киров, улица Красина, 45, а также по телефону 711-001 или 8 800 333-4201. Звонок бесплатный. Полезный город.